МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот покров был создан в царских мастерских Москвы в 1662 году. А 10 октября 1663 года он был возложен на гроб святого в Пафнотьево-Боровском монастыре. Эту реликвию из коллекции Калужского областного краеведческого музея уже реставрировали в 65-м и 77-м годах. Тогда шелковую ткань закрепили на хлопчатобумажной подложке с помощью мучного клея. Эта методика в те времена считалась передовой. Положительной особенностью методики Семеновича является то, что экспонаты, прошедшие реставрацию по его методике, можно подвергать вторичной реставрации, что мы, собственно говоря, и делаем. То есть эта методика позволяет хорошо консервировать ткани. Но есть и обратная сторона. Со временем ткань стала хуже пропускать в воду. Повысилась ломкость и без того ветхой материи. Она стала хлопьями отставать от дублировочной ткани. Кроме того, мучной клей привлек жучков, которые могли подгрызать нити. Задача реставратора – удалить клей. Это самый, можно сказать, показательный участок на сегодняшний момент. И здесь в первую очередь была спорта тюль вместе с остатками клея. И мы пришли к выводу, что лучше всего здесь нам поможет метилцеллюлоза, которую мы на некоторое время накладываем на фрагмент, оставляем для того, чтобы клей набух. Этот памятник искусства создан в технике древнерусского шитья. Шелковыми нитями в прикреп – одежда святого. Лик и его руки в технике личного шитья шелковыми нитами в раскол. Венец – это золотное шитье по карте. Перед тем, как приступить к работе, реставратор Татьяна Николаева даже побывала в Пафнутьево-Боровском монастыре. Очень важно, какую вещь ты делаешь. Любая вещь оказывает влияние на реставратора. Есть разница делать покров святого или, например, знамя. Очистка каймы займет не меньше полугода. Средник и фигура святого потребуют дополнительного времени. Потом – создание новой подложки. Дело трудоемкое, кропотливое, но, как уверяет реставратор, благодатное. О том, как восстанавливают другие произведения искусства из керамики, кости и дерева, расскажу в ближайших выпусках программы «Культурный обмен». С вами была Анастасия Логвинова. Путешествовать по творческим пространствам вместе с нами интереснее. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова